Третий по счету зимний турнир по футболу проходит на стадионе «Новые Химки». Дворовые команды борются за кубок секретаря местного отделения партии «Единая Россия». В канун празднования Старого Нового года прошел очередной этап соревнований. В том, что «Мороз» настоящим любителям спорта не помеха, убедилась Екатерина Юшина. Настоящие мужчины играют не только в хоккей. Это доказали местные футболисты-любители. Валентин Кузьмичев выступает за клуб молодежной культуры и творчества «Прорвись». Коллеги по команде возлагают на полузащитника большие надежды. Он 12 лет занимался с профессиональными тренерами в детской спортивной школе. Мы с родителями гуляли, проходили мимо стадиона «Новатор» тогда еще. И папа предложил просто заниматься футболом. Первым тренером у меня был Гарри Германович. Потом я перешел, меня это затянуло. Пошел в ЦСКА, начал ЦСКА продолжать заниматься. Ну, потом вернулся и в Химки. Сейчас времени на тренировки практически нет. Основное внимание надо уделять семье, уверен Валентин. Но есть главное, что его заставляет выходить на газон. Это та непередаваемая атмосфера дружбы и спортивного азарта. Ведь ничто не сравнится со вкусом победы. И в этот день ему удалось это почувствовать. КМКТ «Прорвись» обыграл «Диамант» со счетом 9-3. Прежде всего футбол это у нас, как сказать, коллективная игра, правильно, командная игра. Тут приходим не просто поиграть, пообщаться друг с другом. Приятно время провести. Очень мало турниров для взрослых команд, для любительских команд, которые бесплатные и общедоступные. Этот турнир благодаря «Единой России», благодаря Химкинскому отделению стал, наверное, хорошим украшением спортивной жизни всего городского округа Химки. Также в этот день на поле СК «Новые Химки» прошел еще один матч. «Мосэнерго» одержала победу над командой «Витамин». Следующий этап турнира состоится 15 января в 19.30. Борьбу за заветный кубок продолжат «Энергомаш», «Прометей», «АГЗ МЧС» и «Ферсановка». Екатерина Юшина, Олег Мелехов, Служба новостей.